Жители республики отметили один из двух главных мусульманских праздников – Курман-Байрам. За торжественной частью в соборной мечети Карачаева-Черкесии наблюдала наша съемочная группа. Артур Мкце подробнее. Курман-Байрам не имеет постоянной даты. Его празднуют через 70 дней после уроза Байрама. Этот день напоминает верующим о преданности Аллаху и о его милосердии. Праздничный день начинается с утренней молитвы в мечети. При этом мусульманам необходимо прочесть все пять молитв, после чего наступает время проповеди, которую читает имам. Затем приходит время праздничного намаза. В соборной мечети его провел муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев. Люди должны в этот день вести себя подобающе. Они должны творить добро, делать людям хорошее, несмотря ни на что. Некоторые начинают злиться, ругаться. Вот этого нельзя допускать вообще. Всевышний создал человека для того, чтобы он творил добро. И вот это вот его предписание надо исполнять и делать. Чего нельзя и что можно делать в праздник Курман-Байрам. В этот день нельзя держать обиду на кого-то, ругаться и сквернословить. Нельзя носить грязную одежду, заниматься тяжелым трудом и скупиться на милостыню и помощь тем, кому это необходимо. Этот праздник, это жертвоприношение, это от Всевышнего. Каждая семья обязана сделать это жертвоприношение. Кто имеет возможность сделать жертву, вот это жертвоприношение, они обязаны. Это обязаловка от Всевышнего. После коллективного намаза мусульмане переходят к главной части праздника – жертвоприношению. Жертвенное животное выбирается заранее. В течение двух-трех дней его содержат в специальном чистом месте. По правилам в жертвы можно приносить барана, верблюда или корову. Также необходимо понимать, что принесенный в жертву скот предназначается в первую очередь для почивания близких и друзей, а также для милостыни. Праздник отмечается три дня. Верующие дарят подарки, ходят в гости и угощают различными блюдами. Артур Макцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.